на каналах загет поступил такой вопрос как пережить смерть сына вопрос очень непростой на эти как сказал преподаватель пенсоровский давай советы это как камушки с колокольня бросать легко сказать но как все трудно сделать но если войти в такую скорбь сейчас я думаю что ну всегда так было всегда так было не только сейчас к сожалению матери и отцы хоронят своих сыновей это бывает в период военных действий это бывает несчастные случаи разные ситуации и конечно никто к этому не может быть готовым даже если сын тяжело болеет даже если казалось бы и смерть близко и все равно когда наступает она не может восприниматься никак по-человечески потому что смерть вообще противоестественна она и вошла в мир вместе с грехом ведь человек создан бессмертным и поэтому конечно хотя смерти и помнят но все же не может постоянно жить этой памятью но кроме особо духовных людей вот когда случается такая скорбь как все это можно пережить ну во первых надо понимать что нет ничего что могло бы как-то порадовать или утешить в такой скорби и и быть такого не может потому что когда умирает близкий человек это не время утешение все же не время том числе безусловной радости никакой радости быть не может это время скорби поэтому возникает вопрос как-то скоро понести как понести тяжесть это скорби как получить те силы которые помогли бы эту тяжесть поднять как понести крест свой ну во первых сказать чтобы понести такую тяжелую скорбь надо постараться относиться к пришедшему как много духовней как можно духовней дело том что если мы по-человечески пытаемся все разобрать человечески пытаемся все объяснить то заходим в тупик и в глубокую скорбь доходящую порой до уныния если мы начинаем рассматривать это с точки зрения духовного мира нам становится не так страшно потому что если мы верим загробную жизнь то мы понимаем что человек он как лучик его господь зажигает когда-то дает этот свет это свет никогда не прекращается жизнь человек никогда не закончится он просто светит уже бесконечности пусть он не на земле в вечности но свет этот продолжается душа его живет так можно просто сказать следующее если мы с вами укрепляем все вере воскресшего христа воскресение крестово то мы с вами уверяемся в том что и смерть побеждена смотрите как интересно когда мы читаем или поем пасхальный тропарь христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ и сущим гробе их живот даровав эти два раза употребляется слово смерть и один раз употребляет слово гроб и это тропаре самый радостный тропарь из всех тропарей самая радостная молитва празднику ведь какое сочетание и смерть друг откуда-то духовная радость которая с неба к нам приходит поэтому когда мы верим воскресение христова мы напоминаем себе усилием веры что смерть отныне не имеет власти над человеком до душа от тела разделяется да еще люди умирают да умер сын если говорим о сыне данном случае но видите если впереди воскресение а если со христом то и воскреснем с ним ведь христос воскрес дает нам эту воскрешающую силу то и смерть уже не смерть а только временно сонно успение кто-то из святых отцов говорил что смерть подобно змеи которые уязвлено в главу вот она еще шевелится она еще извивается уже скоро умрет очень нет нет жизни потому что глава ее сокрушена так и смерть она вроде еще остается она еще забирает людей казалось бы но она временна потому что впереди воскресенье из мертвых утешит ли это думается когда человек переживает смерти на это конечно не может сильно утешить но это может как-то укрепить а мы говорим не об утешении все же а укрепление о том чтобы были силы нести эту скорбь что еще может помочь что еще может укрепить укрепит нас пребывание со христом поэтому если мы переживаем тяжелую скорбь надо как можно чаще быть на святых местах как можно чаще бывать в храме в храме все настроено на духовную жизнь храме все напоминает о божественном в храме все напоминает о вечном поэтому будучи в храме будучи на можно сказать пороге этой вечности становится чуть легче нести нас крест потому что рядом господь потому что если мы исповедуемся причащаемся мы принимаем его тело и кровь и это нас подкрепляет это нас утверждает еще и раз и вере и мы становимся духовными мы пребываем со христом а христос пребывает в нас это великая помощь и великое укрепление нести не это скорби но еще последнее часто бывает штучек начинает чаевит с унывать думаю что он в чем-то виноват что произошла смерть близкого человека все же лучше не предаваться чувство виновности потому что рождение человека и уход в вечность из земной жизни человека руках божих все же умирают не больные люди уходят вечность готовые те кто наиболее к этому готов и чтобы мы не делали как бы не пытались остановить это таинство перехода вечность у нас ничего не получится того что такого воли воли поэтому лучше убрать себя из этой тайны и положиться на волю божию понимая и веря что помощь божия воля божия она всегда благая нас идет к спасению к лучшему она не так как мы хотим но она так как нужно так как спасительно так как повелит господь поэтому помоги господь всем страдающим всем скорбящим которые хоронят своих детей или родных и близких утвердиться вере быть со христом и положиться на волю божию камень внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео